Всем привет! С вами Мариев Алексей и это насосы DAP. Сегодня я расскажу вам о том, что такое циркуляционные насосы с частотным преобразователем, как они работают, какой режим работы выбрать для вашей системы отопления. Перед нами циркуляционный насос EVOS-103. Это насос с частотным преобразователем от компании DAP. Данный насос предназначен для работы в системах отопления с различными типами систем, как для теплого пола, так и для системы отопления с радиаторным отоплением и для основных контуров. Для этого вам только нужно выбрать правильный режим работы. Как же это сделать? На дисплее насоса есть одна единственная кнопка, которой управляются и выбираются все режимы. Также есть индикаторы выбранного режима и есть индикаторы работы самого насоса, то есть данных производительность, потребляемая мощность и объем теплоносителя, который он перекачивает. Давайте посмотрим поближе. Мы видим на табло насоса, что он работает в режиме пропорционального перепада, то есть режим оптимальный для систем отопления с радиаторами. Радиаторные системы отопления управляются термостатическими головками, которые открываются и закрываются автоматически в зависимости от выбранной температуры. Когда термостатические головки закрываются и помещение нагрето до нужной температуры, нам необходимо, чтобы насос снизил свою производительность как в литрах, так и в метрах, то есть в давлении, для того, чтобы система не шумела. Циркуляционные насосы ЭВОСТа с частотным преобразователем подстраиваются под систему и снижают свою производительность. Давайте посмотрим повнимательней. Вот, как я уже говорил, первая скорость, режим пропорционального перепада, потребление 3,8 Вт, напор 0,7 м, расход 0. Как мы видим, система перекрыта, сработали термоголовки, система закрыта. Что же будет, когда мы откроем расход? Представим, что открылись термоголовки, в помещении стало прохладно и снова нужно его нагреть. Насос адаптируется под систему, видит, что увеличился напор, мощность уже возросла до 18 Вт, напор 1,4 м и производительность 1900 литров в час. То есть, таким образом, насос на первой скорости адаптируется непосредственно под потребность самой системы. Этой же кнопкой мы выбираем вторую или третью скорость данного режима. Соответственно, насос повышает свою мощность. Но, когда потребление теплоносителя снова снизится, насос, несмотря на то, что работает в максимальном режиме нагрузки, все равно уйдет в минимальный режим энергопотребления, пока расход снова не появится. Второй режим работы данного насоса – это режим постоянного перепада давления. То есть, это режим оптимальный для работы с контуром теплого пола. В зависимости от того, сколько контуров теплого пола открыто, количество теплоносителя, которое нужно через них пропустить, меняется. Но давление остается прежним. То есть, сопротивление контура теплого пола от 50 до 70 метров на коллекторе из пяти таких контуров необходимо где-то 2 метра. Поэтому мы выбираем необходимый режим работы, по графику подбираем напор, который нам нужен, первая или, допустим, вторая скорость. И насос поддерживает данное давление, невзирая на то, какое количество теплоносителя через него проходит. То есть, когда открыты все контуры теплого пола, насос выходит на максимальный режим заданный и поддерживает давление для всех контуров. Как только часть контуров закрывается и количество теплоносителей снижается, насос снижает свою мощность, снижает обороты и производительность. Тем самым экономит электричество, но поддерживает заданное давление. Вот сейчас мы видим, что полтора куба в час прокачивает система, на второй скорости работает насос, потребляет он всего 19 ватт и дает давление 2,2 метра. Давайте посмотрим, что будет, когда все контуры теплого пола закроются. Вторая скорость 8,3-8,2 ватт, 2,1 метра, то есть давление поддерживает в заданном режиме L0, то есть расход равен нулю. Насос понимает, что расхода нет, снижает энергопотребление, вот уже до 8 ватт, но поддерживает заданное в системе давление. Ну и третий режим работы данного насоса это режим постоянной скорости, то есть это тот режим, который используется и в обычных трехскоростных насосах с ручным управлением. Где он используется? Такой режим чаще всего используется в контурах, где нет необходимости поддерживать давление или менять его в зависимости от потребности системы. Это контуры загрузки бойлеров и прочее. Количество теплоносителя в данном контуре, как правило, небольшое, длина магистрали небольшая, и регулировка в принципе не нужна. То есть работа по принципу включил-выключил. То есть данный насос также имеет три режима постоянной скорости. Также первый, второй и третий режим выбираются одним нажатием кнопки. И точно так же при отсутствии расхода в системе насос снижает энергопотребление и ждет увеличения расхода. Давайте посмотрим. Вот сейчас третья скорость постоянная. 17 ватт потребляет насос. 4 метра давление создает. Это максимальная скорость, максимальная мощность до данного насоса. И 0,2 метра он все-таки продавливает, видимо, через наш кран. Когда мы увеличиваем расход системы, насос также работает на максимальной мощности, но уже 2,4 куба, третья скорость, 23 ватта, 22 и 1,3 метра. То есть при такой производительности давление насоса немного снижается. В данном насосе есть и скрытое меню. Это 6 режимов пропорционального перепада. Данное меню больше всего подойдет для тех систем, где нам необходимо регулировать температуру в помещении, но мы не имеем такой технической возможности. То есть не установлены термостатические головки или другая регулирующая арматура. Допустим, это автосервис или спортивный зал. То есть в те дни, когда в автосервисе работают люди, или в спортивном зале занимаются дети, мы поддерживаем какую-то определенную температуру. Но настали зимние каникулы, никто не ходит на тренировки, никто не чинит машины. Очень жалко тратить и энергоноситель, и, собственно говоря, электричество на обогрев помещения, которое того не требует. Как же снизить температуру в помещении и снизить, в принципе, нагрузку на отопление, если у нас нет такой возможности? Конечно, насосом. Мы можем выбрать секретное меню. Для этого нужно 20 секунд, подержать кнопку MODE в нажатом состоянии, и мы попадем в скрытое меню данного насоса. Давайте подождем, посмотрим. Вот, первая скорость пропорционального перепада. То есть мы уехали на праздники, включили насос на самую слабую скорость, и он будет поддерживать циркуляцию теплоносителя, невзирая на то, холодает в помещении или теплеет. Как только мы вернулись или нам нужно увеличить нагрев помещения, мы просто повышаем скорость прохождения теплоносителя через систему с первой и до шестой. Таким образом, регулировка системы отопления без запорной регулирующей арматуры возможно благодаря возможностям циркуляционного насоса ИВОСТа. Какие же еще преимущества может дать циркуляционный насос ИВОСТа? Во-первых, это катафорезное покрытие корпуса. Катафорезное покрытие предотвращает коррозию гидравлической части насоса. Во-вторых, это нержавеющий корпус насоса, который также не корродирует и благодаря специальной технологии лазерной сварки позволяет достичь данному насосу уровня защиты IPX5. Что это значит? В котельнах регулярно возникают различные непредвиденные обстоятельства, будь то конденсат или прорыв трубы, гидроаккумулятора или экспансомата. Данные ситуации могут послужить причиной поломки насоса, то есть конденсат попадает на насос или же его затапливает водой. Степень защиты IPX5 позволяет насосу ИВОСТа работать и в таких условиях, не боясь подтоплений, заливов и конденсата. Это очень важно. Быстросъемное соединение насоса также имеет степень защиты IPX5, прорезиненное и позволяет легко установить и снять насос даже взамен старого насоса. Еще одной очень важной функцией, которая есть в этом насосе, является функция прогона воздуха. То есть, если мы собрали новую систему или же система завоздушилась, обычно циркуляционные насосы уходят в ошибку. Данный насос или выгоняет воздух сам, почувствовав его, он делает это импульсными движениями включения-выключения, или же мы можем сделать это принудительно на 5 секунд, зажав кнопку MODE. Давайте попробуем. Мы слышим шум насоса стих, значит система прогона воздуха остановилась и насос вернулся в обычный заданный режим работы. Циркуляционные насосы DAP – идеальное решение для частных систем отопления. Насосы DAP – делайте правильный выбор. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите другие видео.